Большая встреча по важному поводу. Губернатор созвал общественников, чиновников и уполномоченных лиц. Работу Совета по развитию гражданского общества и правам человека необходимо сделать более полезной для людей. Сергей Морозов поставил задачи. Многие жители хотели бы видеть его более активным. А раз так, то люди, безусловно, должны знать, чем занимается Совет. Должны понимать, какие он проводит работы, какие проводят мероприятия, какие вопросы поднимают, как взаимодействуют, как защищают структуру гражданского общества. Чем конкретно занимается этот Совет? Его создали для того, чтобы разрешать насущные правые вопросы. Проблемы, с которыми ульяновцы не могут справиться самостоятельно, решаются активистами. Один из примеров, значит, говорили, в населенных пунктах не работает телевидение. Обращались к нам люди, активисты. Не работало телевидение, плохо работал интернет. Эти вопросы решены. Очень много вопросов было по организации и внедрению так называемой реформы чистоты. Поднимались эти вопросы. Вот сейчас практически этих вопросов уже нет. Разделение труда для более быстрой и слаженной работы. Чтобы деятельность активистов Совета не пересекалась, каждый будет заниматься своим вопросом. Членов общественной палаты и уполномоченных по правам человека разведут по направлению. По мнению руководства Совета, так вопросы людей будут решаться эффективнее. Активно в эту работу планируют включаться в работу Совета уполномоченные по правам человека, уполномоченные по правам ребенка в Ульянской области, уполномоченные по правам предпринимателя в Ульянской области. И они будут, предполагается, что они станут кураторами некоторых направлений, потому что происходит некий дубляж деятельности, некоторый функционал, он частично пересекается и совпадает. На встрече не только обсудили планы работы, но и подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь уполномоченные по правам человека и активисты общественной палаты будут сотрудничать официально и на постоянной основе. Виктория Черкова, Данила Сурков, Новости Уллправды ТВ. Данила Сурков, Новости Уллправды ТВ.